так ну что тут у нас картошечка чесночок сардельки и сладкий перец вода уже кипит делаю обед горчица французская смотрите сделано в беларусь разгрузили меня мои котлеты не помню уже с отъеду самую малость гляну закрыли они за собой или нет трейлер мой ля ля тополя холодно очень холодно там внутри 30 градусов по фаренгейту это где-то плюс 7 заглушил наконец-то можно заглушить эту фигню чему и так говорю потому что там оно сдолбало жужжать когда в спальнике спишь ночью оно все ночью работает и шумно слишком разгружался в одной из крупнейших торговых сетей америки называется target это магазины типа walmart и костка продается в этом таргете все что угодно от еды до до различных вещей я же привез ребятам еду в холодильнике вез из калифорнии что-то у меня там были написаны какие-то йогурты и котлеты что-то такое вроде ну не суть важно сейчас предоставим документы на выезде еду сдавать трейлер а сегодня трейлер нельзя сдать нельзя сдать ура точнее не ура просто у меня уже четыре вечера трейлер работает до четырех тридцати и за 30 минут я не успею 60 миль проехать так что я буду ночевать на rest area на красивом лесном месте прям как я люблю люблю природу так что им нужно будет здесь показать я не знаю наверно мой билов лот точнее не билов лот а delivery receipt чек на разгрузку сейчас будет видно сейчас может прочитаю вам отвечу на какой нибудь комментарий а может быть и нет я уже не помню на какие на какие я отвечал на сейчас секунду ребят уже сейчас нужно подъехать там какая-то минимальная проверочка нужно будет мне сейчас открыть показать что я пустой открыть показать что я пустой открыть показать что я пустой открыть прошу в 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 Шоколадный паренек сказал Сказал, что You're good to go I don't need to check your back Вот что он сказал Блин, запарил этот спереди на аварийку Уже второй раз становится Запарил Короче, он сказал, что Мне не нужно проверять Он говорит, все, ты разгрузился Можешь уезжать отсюда Что я и делаю Что я и делаю Так, что там по комментариям, да? Нужно раскрыть какой-нибудь Самый емкий комментарий Емкий такой Так, начнем Начнем, короче, с самого первого Татар Малай пишет И ты тоже в погоне за лайками и подписчиками Просто для людей снимать слабо Ха-ха Да, я в погоне за лайками и подписчиками Я просто Не могу жить без лайков Ставьте лайк, ребята Больше лайков Больше-больше Так Привет, я из Казахстана Работаю в Польше Сможешь помочь с работой? В Штатах буду по Турвизе Пишет Арман Да, с работой помогу Подскажу пару мобильных номеров Работаю грузчиком Это все, что я могу помочь Мне номеров не жалко Вообще без проблем Помогу и вам И своим знакомым Приобрести новых эмигрантов Трудяк Без проблем Без проблем Обращайся, пиши В комментарии Там Вконтакте Или еще где-нибудь Пиши Подскажу с работой Без проблем В общем Потом пишет Алкаш ТВ1 Почти все белорусские продукты Санта АБС АБС это тормоза Хе Аленка Ну да Видите По белорусским продуктам Совсем не скучаю Не скучаю Потому что Могу их кушать каждый день Горчичка Селедочка Все дела Вообще Можно купить Все, что угодно Люблю Эти Конфеты Коровка Обожаю Прям Александр 123 Есть в продаже Вяленая рыба И копченая Да Копченая рыба Есть Вяленая рыба Есть Холодного Горячего Копчения Таранка Все, что угодно Там Воблы И тому подобное Хватает Хватает Так Александр пишет У меня нет 100 лайков Но ты все равно Видео выпуска Да конечно Господи Ребят Даже если бы 100 лайков Не собралось То Я бы все равно Видео выпустил Просто Почему я так написал Ставьте 100 лайков Я решил себе взять На ютюбе Два дня выходной Можно Спасибо Можно Шутка Минутка Так Андрей Козырь Пишет Привет Для бульбаша Две картошки В дорогу Маловата Какие блюда Готовишь Так Все Нужно поставить Телефон Какие блюда Я готовлю Да я особо В траке Не кашеварю Почему не кашеварю Потому что Нету времени Так Я не понимаю Знака Стоп Нету Еду Значит Логично Да Знака Стоп Нету Еду Значит Не кашеварю Ничего Ну только что Картошку Варил Кушал С сардельками Вот А так В основном С собой Беру Такие Стараюсь Уже Что-то Готовенькое Брать Типа Вот Люблю Покупать В Русском Магазине Эти Как их Называются Голубцы Вот Голубчики Прям я их беру Они уже готовы Я их просто разогрел Либо в микроволновке Либо на своей газовой плите И все Беру с собой Эти Селедочку И всякое такое Ну вы видели В прошлом видео Кто не видел Прошлое видео Смотрите И ставьте Мой ютуб канал Смотрите Что я там с собой беру Дорогу кушать Селедочка есть Картошки Отварил Либо картошку Можно купить На Любом Тракстапе И все Селедочка И картошечку Ну Короче Такие дела Особо я там Супы И ничего такого Не варю Могу там Раз в 8 дней Сделать Раз в 8 дней Сделать Эти На рестарте Что нибудь Там такое Сварить Посерьезнее Ну это рестарт Конечно А так Времени нет Так Меня очень сильно Клонит Вправо Потому что Дорога наклонена С этой стороны Вправо Походу Был знак Трак Only left line Потому что Туда я ехал По левой линии А все Уже нормально Ну я сейчас Знака не видел Вроде не было Может было До перекрестка А я Проехал Короче Не важно Уже Ну что-то Все траки Едут слева А уже Ремонт дороги Закончился Все так Что уже Без разницы Ну что Еще парочку Комментариев Так Да Для бульбаша Короче Две картошки Это Вообще Один раз Позавтракать Мне Звонят Мои Товарищи Которые работают Со мной На фирме И прикалываются Типа Ну что Съел Свои две Картошки Видос Посмотрели Так Баш Спасибо Что снимаешь Такие Интересные Видео Можно Пожалуйста Посоветовать Сайты Где можно Найти Работу В Америке В основном Водителем Грузовика В основном Посоветовать Сайт Где можно Найти Работу Водителем Грузовика Блин Есть сайты Где можно Найти Любую Работу А сайты Именно Для Водителей Это Пишет Пишет Нам Маркус Да Могу Посоветовать Маркус Найди В моем Ютуб Канале Видео Которое Называется Как найти Работу По прилету В США И как Дурят Наши Друг Друга И под Этим Видео Я Оставил Ссылки Где Можно Найти Работу Пожалуйста Пожалуйста Всегда Рад Помочь Так Ага Что еще Вот ты Хитрый Так Кто хитрый Кто что Кто хитрый Так Приятного Аппетита Пишет Нам Знаете Кто пишет Руфат Николай Кто хитрый Кто Что Где хитрый Так Серж Пишет нам Лайк Это значит Что Серж Куропатов Досмотрел Мое Видео До Самого Конца Так И Андрей Викторович Пишет Привет Вопрос Столик Петрухин Или С Вольво Примастырили Что Значит Столик Петрухин Я Не знаю Может Быть Это Т9 Неправильно Напечатал Или Что Что За Столик Петрухин Ну Я В принципе Понял Столик Родной Родной Столик Ни с какого Вольво Столик Не снимали Стоят Копы Че Тут Блюдят Блюдят Наверное Не держит ли Кто нибудь Телефон В руке Либо Не превышает Кто нибудь Скорость А я Телефон В руке Не держу Не держу Почему Знаете Почему Потому что Он у меня На подставочке А если Телефон Стоит На подставочке Значит В него Можно тыкать Пальцем Такие дела А в руке Держать Запрещено В руке Держать Запрещено Ну что Друзья На вопросики Я ваши Ответил Пишите Более Емкие Комментарии С Такими Темами Которые Можно Развернуть Такие Темы Типа А не Хотелось Лить Тебе Домой На Которые Можно Долго Рассказывать Я Когда Начинаю Что-то Рассказывать Я Вспоминаю Интересные Какие-то Моменты Жизненные И И тому И тому Подобные Огромнейший Самолет Пролетает Он Он Прям Завернул Так Что Я Чуть Что Я Чуть На Видео Как Всегда Он Покажется Маленьким На Сегодня Все Я Сейчас 40 миль Где-то Проеду Еще И буду Останавливаться Не успеваю Трейлер Сдать А я Думал Я Успею Сдать Трейлер А Сири Стоп Мюзик Это Я В Наушниках Слушаю Боба Марли Вот И И Короче Иногда Мне Лень Разблокировать Свой Телефон Лень Закрывать Карту Открывать Плеер И Нажимать Стоп Ну Иногда Я просто Говорю Чтоб Сири Отключила Музыку Короче Очень часто Пользуюсь Сири Она Помогает Мне Я Иногда Даже Сам Не Печатаю Сообщения А просто Прошу Сири Чтоб Она Открыла Мессенджер И Она Спрашивает Что Нужно Напечатать Я Печатаю Точнее Я говорю Что Напечатать Она Это Печатает И Отправляет То есть Вообще Даже Не Нужно Телефон В руки Брать А Это Сири Она На английском Языке Когда С ней Разговариваешь Она На английском Вообще Нормально Ну Как бы Я же Придумали Специально Первый язык Английский Правильно Там На русском Языке Я как-то Пробовал Включать Давно Это было Может Годика Два Назад Или Три Еще Когда В Беларуси Был То Она Конечно На русском Языке Там Ужасно Понимала А на английском Она Понимает Вообще Прекрасно Заодно И Английский Подтягивается Разговорный И Ну И Удобно Очень О чем Я Там Ну Сегодня Не успел Трейлер Сдать Короче Нашел Рестерию Где-то 20 миль От То Место Где Нужно Сдать Его Рестерия Это В лесу Короче Такая Небольшая Зона Отдыха Для Тракеров Ну Я вам Показывал В курсе Кто Смотрит Мой Канал Ну И Там Буду Ночевать И По Пути Я нашел Магазин Волмарт Это Короче Само Такой Самая Большая Американская Сеть Одна Из Самых Больших Я Не буду Утверждать Какая Самая Большая Неважно Ну И Сейчас Я в Раздумии Заезжать мне Волмарт Или Не заезжать Просто Делать Нечего Если Я Сейчас Приеду Сейчас Сколько Там Пять Вечера Сейчас И Ну Если Я приеду На эту Рестерию Че Я там Блин Буду Делать В пять Вечера Придется Там До Десяти Ночи Хотя Б Чем То Заниматься Пять Часов Нужно Смонтировать Еще Один Видосик У меня Уже Отснят Материал Кому Интересно Ребят Задержка В моих Видео На данный Момент Я стараюсь Сделать Ее Минимальной Задержка В моих Видосах Приблизительно Два Дня Короче Я Передумал О Чувака Трак Впереди И Дымятся Тормоза Траки Здесь Вроде Ровно Где он Тут Тормозил Что У него Дымятся Короче Я Ребят Передумал Ехать На Рест Решил Запарковаться На Тревел Центре Большом На Заправке В общем Большой Потому Что Хочу Принять Душек Вот И Еще Мне Нужен Двухсторонний Скотч Знаете Зачем Он Мне Нужен Я Пересмотрел Пару Видосиков Которые Я Делал И Когда Я Выхожу Со Своей Камерой На Улицу Ну Просто Шум Неимоверный Даже Мне Написал Уже Один Подписчик Говорит Ну У тебя Шум Конечно Ужасный Когда Ты Выходишь На Улицу Куда Попытаюсь Избежать Этой Проблемы Просто Попробую Закрыть Микрофон Камеры Какой Нибудь Тряпочкой А Эту Тряпочку Наклею На Этот Самый На Микрофон Посмотрим Посмотрим Что Из Этого Получится Я не знаю Может Вы Мне Можете Что Подсказать Может Кто Сталкивался С Такой Проблемой Камера Sony X3000 Вот Может Кто Кто Как То Эту Проблему Уже Решал Просто Когда Выходишь На Улицу С Петличкой С Проводами Этими Ходить Не Совсем Удобно Беспроводную Петличку Не Советуйте Тоже Особо Нет Не Супер Нифига себе Уже Блин Что Места Что Ли Нет Еще Только Шесть Часов Вы Ребята Так Не Шутите А Нет Места Есть Места Есть Сейчас Сделаю Маленький Разворотик Поворотик Обворотик Посмотрим Что Тут Посмотрим Что Тут Тут Места Есть Буду Заезжать Буду Заезжать Короче Че То Так Узко Вот Там Шире Все Сейчас Я Стану Супер Красиво Опачки Откроем Откроем Окошко Эх Эх Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-то поля Видите Видите Вот о чем Я вам и говорил Спереди Блин Я не Вмещаюсь Как бы Вмещаюсь Но просто Страшновато Страшноватенько Страшноватенько Самое Самое главное Никогда не спешить Делать это медленно И Уверенно А в моем случае Очень медленно И Очень Уверенно Так Дядя Мне Махнул Сказал Что Я молодец Наверное А может быть И нет Сейчас Я еще Проеду Вперед Подровняюсь И Все Все Моргают Друг Друг Чего Они Хотят Я Не знаю Ну Как Сказать Чего Они Хотят Просто Моргают Типа Привет Привет Пока Пока У меня Сзади Сзади Стоит Трейлер С такими Крыльями Очень Я боюсь Ему Эти крылья Заломать Обломать Крылышки Ему Боюсь Сейчас Я выйду Выйду Покажу Вам А Я понял Чего Тракер Мне Махал Он Махал Типа Будь Осторожен Не Обломай Ему Крылья Сейчас Покажу Вам Ребят Вот О чем Я Говорил Видите Какие У него Крылья Вот Их Я И Боюсь Обломать Кто То Бухал И Выкинул За Собой Эти Бутылки Люди Свинья Ну Что Как Я Ювелир Да Стал Четко Красиво Единственное Но Я Очень Сильно Торчу И Ночью Когда Будут Люди Парковаться Могут Зацепить Мой Трак Магнитолы Магнитолы Хочу Найти Двухсторонний Скотч Двухсторонний двухсторонний скотч, и потом кусочек ткани какой-то может будет препятствовать ветру. Пикапчики везут. Короче, купил этот самый скотч двухсторонний. Называется Gorilla. Это очень хорошая фирма, но этот скотч, ребят, стоил 9 долларов. Вы можете себе представить, что какой-то скотч стоил 9 долларов? 9 долларов в скотч. Это на тракстапах такие цены. Смотрите, какой синенький трачочек. Красавчик просто. Люблю, когда траки красиво покрашены. Я не понял, это что, мой трак? Кто-то перепарковал. Какую-то технику везут военную или не военную. Это был трак, похожий на мой. Мой трак чуть дальше. КОНЕЦ. 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 Сейчас, секунду Нужно достать ключ Здесь так шумно У всех траки работают Я свой тоже не глушу Потому что жара неимоверная Все, буду делать микрофон Наступил вечер Все паркуются, все переживают Все стараются Только что прикольный был момент На вот это место Где сейчас паркуется Пикап С одним автомобилем Хотел запарковаться Русский мужик Вот Я не знал, что он русский Я просто вышел И он там парковался И я хотел ему помочь Попытался Ну там помахал Короче Пытался помочь ему запарковаться Но видно он Недавно начал водить И опыта у него еще нету Я сзади там Смотрел его хвост Махал ему Стой, едь Кстати, если бы я не махал То Он бы там чувака зацепил Наверное, раза три Не суть У всех бывает Вот А спереди подошел к нему Черный Парень Точнее Шоколадный, извиняюсь Вот И этот парниша Начал с ним разговаривать А тот На английском не говорит Так, еще один паркуется Парень Ну я думаю Он нормально запаркуется Или выскочить Помочь ему Как-то он уверенно Рванул вперед Я думаю Он сам справится И черный парень Блин, е-мое Шоколадный парень Начал ему объяснять Давай вправо-влево А потом Подбегает ко мне Этот шоколадный Говорит Блин, он не говорит Он не говорит на английском Я ему объясняю Объясняю А он не говорит на английском Ну короче Я говорю А на каком языке Он говорит Оттуда вышел С трака Этот мужик Посмотреть Ну посмотреть Как он едет И тому подобное Вот И такой Сам себе Такой на русском Блядь Да как я заебался С этой парковкой Вот Ну я уже не стал Говорить Что я знаю Русский язык Но Этот шоколадный Говорит Блин Мне 67 лет Я ни разу Не слышал Языка На котором Он говорит Я ему говорю Ну Чувак Расслабься Короче Ну и он уехал Он не стал Парковаться дальше Короче Там реально Сложное место Запарковаться Было Очень сложное Я не знаю Чего он туда Именно захотел Влезть Тут рядом Было много Мест свободных Ну Такие приколы Короче Бывает Смотрите Как Закреплены Тачки Баги От большого К средним К маленькой И к самой Маленькой Сходил еще один раз Купил себе Кое-что Что купил Не скажу Отдыхать Буду Рестарт У меня Буду Проводить 30 часов На этой чудной Заправочке Через два часика Пойду Помоюсь Пропустим Чувака Ааа Он меня пропустил Вот Вот Чего Здесь В этой стране Все такие Дружные Приятливые Я иду пешком Махаю ему Давай Давай Говорю Проезжай А он остановился И говорит Нифига Ты первый проходишь И вот Я Побежал Вот Кстати Ребят По турвизе Можно работать На таком Пикапе Смотрите Вот он Сейчас Сзади Покажу Вот Видите Какой Пикап Так Меня Уже Начинают Узнавать Подошел Этот Не Подошел А уже Махнул Рукой Этот Шоколадный Чел Типа Здорово Ну Который Помогал Парковаться Русскому Мужику Вместе Со мной Я уже Наклеил Кстати На свою Камеру Такой Защитный Слой От ветра Так сказать И сейчас Как раз Решил Протестировать Будет ли Работать Или нет Надеюсь Все Будет Гуд Так Снова Кто-то Паркуется А это Что До сих пор Паркуется Тот Мэн Короче Ребята Один русский Парень И один Шоколадный Объясняют Походу Американцу Как нужно Парковаться Я конечно В шоке Это очень Хорошо Что Вроде как Работа На траке И Парковка Парковка Трака И тому У меня Получается Получается Неплохо Знаете Это как Говорится Ты создан Для этой Работы Наверное Наверное Вот я Создан Для этой Работы Чтобы Ездить По дорогам И Парковаться Там Не знаю Мне Вот так Никто Не помогает Видите Как он Машет Ему Когда Мне кто-то Начинает Помогать Я Выхожу И говорю Ты Можешь Просто Смотреть А я Сделаю Все Сам Я Запаркую Сам И Паркую Ся Превосходно Лишь Бы Не Накаркать Конечно Паркую Ся Нормально С первого Раза Не то Чтобы Хвалю Себя По своему Опыту Вижу Что Паркую Ся С первого Раза Беспроблемно И в таких Узких Местах Как Вот Это Место Заезжаю Я Нормально Адекватно Даже Ночью В 12 Ночи Когда Ничего Не Видно В Час Ночи В 2 Часа Ночи Нормально Паркуюсь А вот Ребята Ездят Сложно Смотрите Как он Ему Объясняет Он Ему Правильно Объясняет Вот Этот Темненький Мужчина В оранжевой Майке Он Он Профессионал Чтобы Этот Драйвер Запарковался В В мою Сторону Ему Нужно Стать Ближе Ко Мне Я Не Буду Сейчас Вам Этого Объяснять Но Видно Ему Скучно Он Каждому Траку Помогает Запарковаться Молодец Молодец Блин Он Не Смотрит Тот Боб Е Мое Бля Выйти Чули Махнуть Ему Сейчас Бля Он Расхерачит Тот Трак Надену Свои Фермовые Тапки Чули Трак Чули Какой красавчик стоит Желтенький 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 Парниша не может проехать на красном траке. Парниша не может проехать на красном траке. Парень молодец, нам не доверяет, вышел и проверил. Парниша не может проехать на красном траке. Парниша не может проехать на красном траке.